Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы побеседуем, дети, о Пасхе, о Боге. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, недри Отчим, Он явил Себя. Невозможно, чтобы увидеть Бога и остаться в живых. Бог поэтому явил Себя в Сыне Своем. Он воплотился, вочеловечился, чтобы явить Себя Человеком. Принял плоть от Девы Марии. И написано так, 1 Тимофея 3,16, мы читаем. И беспрекословно, великое благочестие тайно. Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Когда ученики приступали ко Христу и говорил, Филипп сказал, Нет, Фома сказал Христу о том, что Ты покажи нам Отца и довольна. Но Христос, видя Его неверие, говорит, Разве ты не веришь, что Отец во Мне и Я в Отце? Ты столько времени со Мной и не веришь, что Отец во Мне и Я в Отце? Я делаю дела Отца Моего. Кто верит в это, что Я в Отце и Отец во Мне, тот видел Отца, а по существу Бога невозможно увидеть. Он своим ученикам об этом говорил. Что Отец во Мне и Я в Отце? Бог явил Себя в Сыне Своем, Единородном. И Христос говорит, Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, через Христа. Кто познал Христа, тот познал и Бога Отца. И вот мы сейчас празднуем такой великий праздник воскресенья Христова, как называют Пасха. Пасха это переводится, что выход из, когда еще в египетском рабстве был народ его, они возопили, и Господь Бог вывел их из этого рабства. И они, выходя, совершили Пасху. Вот эта Пасха есть выход из этого рабства. А у нас сейчас Пасха называется, это Христос, закон за нас. Христос освободил от рабства греха человека. И теперь человек, веря, что Христос умер за грехи наши, тот человек идет на небо. До этого было так, что даже праведники все шли в ад. Невозможно, потому что делающий грех есть раб греха. И возмездие за грех смерть. И невозможно было прийти к Богу, как бы, потому что между Богом и человеком существовала великая пропасть. Образно говоря, такой гармонейший, большой рог, через который невозможно было пройти. Бог настолько свят, настолько справедлив, что грешный человек не мог к нему прийти. без пролития крови нет прощения. И поэтому Христос, придя на землю, был предан врагами и распяли его на кресте. И это было, что он, я должен быть распят на кресте за свои грехи. Но Христос явил себя и пошел за меня на этот крест. И теперь свободный вход на небо. Через эту пропасть, которая была непроходима к Богу, этот крест ложится и по кресту, как бы, по мосту мы идем и спасаемся. То есть, уверовав в Иисуса Христа и попросив у Него прощения, образно говоря, Христос, как бы, простирает свои руки и говорит, Отец Небесный, прости Его, ибо Я умер за Него. И кровь невидимо омывает наши грехи. Капля крови дороже всего мира. Вот так для Бога не все наши грехи самые тяжкие для Него, как горсть песка в океан бросить. Вот так простить наши грехи. Ибо Христос на Себя взял все грехи наши и понес немощи наши. Он умер за нас. Теперь свободный вход на небо. Всякий верующий человек в Иисуса Христа спасен. грехи. Вот так дети. Веруйте, приходите в храм, просите прощения. У нас что в храме существует? Главное уверовал, покаялся, принял крещение, а в крещении все грехи омываются только полным погружением. И второй этап это приходит на исповедь, просит прощения и через священнические руки рукоположенные прощаются грехи тебе. Так говорит священник, властью, данной мне от Бога, прощаются тебе грехи. И Христос сказал, когда к нему грешница пришла, он говорит, прощаются тебе грехи, но иди и впредь не греши. Так и нам тоже, как бы, Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню, вон, говорит Христос, Господь Бог. И у Исаии мы читаем такие слова, если грехи будут как багряные, как снег убилю, как пурпур, как волны убилю, и не вспомину грехов ваших более. Вот это главное. Приходите ко Христу всякого приходящего ко мне, все обремененные, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите ко мне, бояк роток и смирен сердцем, говорит Христос, и найдете покой душам вашим. Вот так. Приходите, кайтесь, верьте, и будете спасены. тарелем, м тарелем, Продолжение следует...